Мы все уже неоднократно видели, как Байден, честно говоря, не вызывает ощущения полностью здорового человека. Вы знаете, у меня странное ощущение было во время речи Байдена. Я себя хотел ущипнуть, и это я ему писал эту речь. Ну, потому что он повторял все мои тезисы, ну, столько с тем исключением, что большинство экспертов считают, что сейчас идет третья мировая война. Я это называю четвертой. Мне кажется, так, стилистически более верно понять ее причины. На мой взгляд, третьей мировой войной справедливо называют 50-летнюю холодную войну между добром и злом, между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и Западом в целом. Так вот, Советская империя проиграла эту войну, и вот маленький такой филерок возникший развязал четвертую, чтобы взять реванш за поражение Советского Союза в третьей мировой войне. Ну, полная аналогия господин Гитлер, который развязал Вторую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение Германии в первой. Ну, это было ясно нам. Но в американской администрации эта точка зрения не всеми разделялась. Это два последних года, и полтора года войны, и полтора года пьеды была острейшая борьба между двумя концепциями. Блинкина и Остина, что это действительно война добра и зла, и Соединенные Штаты должны сделать все для победы Украины. И концепции Селивана и Бернса, что, да, это совершенно не поражение в Украине, но в то же время и не ослабление России. И в чем заключалась эта концепция, откровенно мы узнали в откровениях Томаса Грэма, который вел так называемые переговоры Second Track под эгидой Селивана. Андрей Андреевич, буду вас перебивать, если вы позволите. Я просто к тому, что, ну да, была дискуссия в действующей администрации Белого дома. Теперь вроде как она закончилась, эта дискуссия, а началась дискуссия, ну, скажем так, на государственном уровне. То есть между республиканцами и демократами в целом. И все это происходит как раз в момент того, что зло показало, что, ну, с каким они удовольствием убивали евреев и американских, и украинских граждан, и других стран. Они же, ну, всем показали, то есть там почти 1400 трупов. Всем показали, что они хотят сделать с западным миром. А тут вот мы слышим из Вашингтонских холмов, что, ой, так дорого, да зачем все это, давайте где-то договоримся посередине. Не слышим мы этого из Вашингтонских холмов. Мы слышим этого от трампистского меньшинства республиканской партии. Что нас волнует? Нас волнует то, что республиканцы имеют маленькое большинство в палате представителей, там три или четыре голоса, я не помню. А все финансовые вопросы решает палата представителей. Поэтому замечательный законопроект, который предусматривает, сколько, по-моему, 50 миллиардов долларов в Украине, 12 миллиардов долларов в Израиле. И Тайвань не забыт, третья жертва. Граница с Мексикой. И граница с Мексикой, да. Это как раз приятный бонус для республиканцев. Так вот, этот проект под угрозой. Не потому, что он не может быть проголосован. На него, и что касается Украины, то давайте, все-таки я хочу напомнить. В палате представителей 435 членов. Вот все голосования по Украине показывали до последнего момента, и сейчас такое же соотношение, что 335 голосуют всегда за поддержку Украины. Это 100% демократы и половина республиканцев. И максимум, максимум натягивает половина, вдохновляемого вот этим трампистов, у которых какие-то оговорки по Украине. Вообще в чувство, придите в мире, что происходит. Вот сейчас мы стали свидетелями проверки документов у нашего корреспондента. Конечно, в воюющей стране никакой демократии быть не может. Зачем вообще эти мифы выдумывать? В этой связи я, кстати, абсолютно с пониманием к этому отношусь. Я против, но с пониманием, что Аль-Джазиру выгоняют арабские каналы из Израиля. Все, закрыли арабские каналы там, да. Аль-Джазиру выгнали. Страна воюет, у нее есть враг, ну вот, преследует собственные интересы, удивляться этому не приходится. Но BBC, демократичненькая наша, прекрасная BBC, которую мы тут похвалили пару дней назад за то, что единственная западная телекомпания, которая хотя бы допустила, что больницу Аляхли уничтожила израильская ракета, покаялась. Изначально корпорация передавала, что, судя по масштабу, это авиаудары со стороны Израиля. Но теперь считает, цитата, неправильным делать такие предположения в быстро развивающейся ситуации. Трусливо, лицемерно, как всегда. Невже Попо хоче зараз сказати, що він має докази і достеменную информацию, що в секторі гази на лікарню впала израильская ракета? Бо зараз абсолютно всі світові розвідки кажуть про зворотні, що це частина ракети, яка випускалась в території сектору гази. Ба більше, ми бачимо вже і реакцію, і заяви тих самих країн арабських, які виступають проти Ізраилю. То виходить, що БІБІСІ, яке виправило свою позицію, це вони на праві? То ви йдете, скажіть, а ми все еще считаем, що це Ізраиль бомбит лікарні. Бо, здається, псувати ще більше стосунки, ніж є на данный момент, просто неможливо. Ну і, до речі, в цілому, російські пропагандисти виправдовують антисемітизм як явище. Виявляється, ви зараз будете шоковані, але так, світ більше нерусофобських. Він антисемітський, при тому, що росіяни кажуть, що, ну, подивіться, це просто генетичний код у деяких країн. Ненавидіти євреїв – це культурна норма в деяких країнах. Нічого не подумайте такого зайвого, просто сприйміть це як данність, що є країни, які ненавидять євреїв. Вони навіть не намагаються пояснити, що це дорога в безодню, як це було під час Другої світової війни, що не можна ділити людей на правих і неправих, на євреїв і мусульман. На людей і росіян можна, на людей і свинособак можна, але тим не менше не виправдовувати те, що стало колись причиною вбивства мільйонів і мільйонів євреїв. Масштаби протистояния вже такови, що втягивається в нього мільярди людей, причем пассіонарних по природі своєї религії. І тут пропорції вирисовуються вже далеко не локальні, хоча начиналось все именно так. Ось на глобусі Ізраїль. Население країни порядка 9 мільйонів чоловік. Ще порядка 6 мільйонів євреїв в діаспорі по миру. Преимущественно в країнах Запада. Мусульман на планете, як считається, около 2 мільярдів, на де-то 1,8. Есть і крупні держави, де іслам – офіціальна религія. Їсть країни з доволі високій долі ісламського населения, наприклад, Росія і Франція. Правда, іслам для нас – родна религія, а для Франції – завезенна. В Росії, однак, межнаціональний мир на Западі куда сложнее. Історически к Ізраїлю огромна масса мусульман относиться, скажем так, настороженно. У сотен мільйонів мусульман, конечно, не у каждого. Але все ж антисемитизм – культурна норма, переходящая із поколення в поколення. І никакая политкорректність з цим нічого не поделає. Можно аналізувати, почему так, но просто примем як факт. Примем как факт, что кто-то хочет резать, убивать, насиливать и стрелять евреев. Ничего с этим не поделаешь. Наш культурний код, до речі, максимально близький до росіян. І навіть ні, не тому, як вони ставляться до українців. Та, це для них генетичний код – ненавидіти нас. Вони абсолютно такі самі антисеміти. І це було очевидно по тому, як він, залишись Путіну, говорить про президента України Володимира Зеленського. Як він відсловлюється про тех росіян, які переїхали до Ізраїлю. Ну і, звісно, все важче і важче. Тепер нам розподіляти офіційну пропаганду і тих, хто каже, що вони в опозиції. Але насправді те, що вони говорять, справді теж підкреслює, що і вони толерують антисемитизм. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!